Это первая масштабная медицинская конференция в Ленинском городском округе после ограничений, связанных с пандемией. Сейчас у многих врачей нет возможности присутствовать на международных форумах. Специалисты активно принимают участие в дистанционных семинарах, но живое общение с коллегами незаменимо. Очная конференция, она всегда более продуктивна, потому что не только люди, участники этой конференции, они не только получают что-то новое от докладов, но и в том числе от общения со своими коллегами. Главная цель встречи – внедрение современных технологий в клиническую практику хирурга. Участники и докладчики конференции – врачи из Москвы и Московской области. Список докладчиков очень широкий. Это профессора, это докторанты, это кандидат в науку, это руководитель направлений. То есть очень презентативная конференция, стоящая из четырех секций, где представляются все направления, которые есть в хирургии, начиная от серьезных таких направлений, как по лечению панкреатитов, панкреонекрозов, онкологии, заканчивая более легкой артиллерией, такие как флебология, проктология. Перед собравшимися выступили доктора медицинских наук, заведующие хирургических отделений подмосковных больниц и практикующие врачи. Почему я обратился к этой теме? Во-первых, потому что панкреонекроз – это достаточно злобное заболевание, но все это знают, лечат его как на душу положено. Это ради бога, лечите, результаты покажут, но все-таки надо обращаться к тем рекомендациям, рекомендациям мировым, европейским. Младший научный сотрудник Моники Петр Флегонтов рассказал о способах хирургического лечения хронического панкреатита. К основным синдромам хронического панкреатита относятся полевой синдром, который часто является показанием хирургического лечения, синдром внешнесекретарной недостаточности и наименее изученный синдром избыточного бактериального роста. Параллельно с конференцией работала специализированная выставка современного хирургического оборудования, антисептических препаратов и других предметов медицинского назначения отечественных и зарубежных фирм. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.